Здравствуйте, друзья! Несколько дней назад я записывал видеоблог, в котором рассказывал о бунте шахтеров в Зоринске, где власть ЛНР, так называемая, собрали закрыть единственную работающую там шахту, и люди восстали, потому что закрытие шахты для этого маленького городка Зоринска с населением 8 тысяч человек однозначно означает верную смерть. Шахтеры взбунтовались, они опустились под землю и не поднимались на поверхность, то есть они сидели прямо там в шахте, это такая форма шахтерской забастовки. И в какой-то момент к ним приехали чиновники, там какой-то очередной министр из Луганска, он спустился к ним, поговорил с ними, пообещал, что в скором времени им выплатят долги по зарплате, и сказал, что шахту однозначно закроют, то есть как бы этот вопрос уже решен. После этого шахтеры поднялись на поверхность и прекратили забастовку, то есть фактически они сдались. Они сдались, потому что, ну, во-первых, им по факту ничего кроме новых обещаний пока не дали, а главное, что даже если им выплатят какие-то деньги, в чем я лично сомневаюсь, но даже если выплатят. Главное требование, конечно же, не было выполнено, а главное требование заключалось, конечно же, в том, чтобы сохранить шахту и сохранить город Зоринск. Если шахта будет закрыта, это фактически означает приговор городу и приговор поселкам, которые находятся в окрестностях Зоринска, потому что других предприятий там нет и не возникнет. Интересно, как проходила эта забастовка? Давайте сейчас об этом поговорим подробнее. Вот как развивались события? Поначалу руководство ЛНР вообще игнорировало полностью вот это происходящее, то есть сделали вид, что вообще в Зоринске ничего не происходит. А так называемые СМИ ЛНР тоже включили полный игнор и, естественно, ни одного репортажа, ни одного материала по поводу происходящего не выпустили. Потом, когда уже стала эта вся история просачиваться в украинские СМИ, когда они уже все написали, в Луганске вот эти ЛНРовцы поняли, что эту историю, значит, замять и скрыть просто не удастся, само оно не заглохнет. И в Зоринск приехал так называемый министр, премьер-министр ЛНР по имени Сергей Козлов. Он встретился с людьми, пообщался с ними, и люди записали это общение на видео. И это очень интересное видео, давайте сейчас его посмотрим и разберем, потому что вот оно на самом деле показывает реалии вот этих так называемых ЛНР и ДНР. не пропагандистскую картинку, а то, что там по-настоящему происходит и настоящее настроение людей. Сергей Козлов объяснил жителям Зоринска, что шахта будет однозначно ликвидирована, и этот вопрос уже решен. По его словам, эта самая шахта работает в убыток, то есть нерентабельно с 2019 года. Требования, которые выставили люди, и сказали, мы не выйдем, пока вы не откроете шахту в ноги. Я вам говорю, это требование невыполнимо. Практически, начиная с 2019 года, шахта, добывая уголь, работает нерентабельно. Ой, а до 2019 года, получается, шахта работала рентабельно? То есть вот у этих самых украинских фашистов, значит, шахта была рентабельная, а как пришла Народная Республика, так шахта стала сразу нерентабельной и обанкротилась. Это получается что? Что она каким-то обезьянам досталась, которые не смогли с ней управляться, довели ее до ручки, разорили, а теперь говорят, ой, а давайте ее закроем, она же нерентабельная. Причем я вот жопой просто чую, что в конце будут виноваты фашисты. Скажут в итоге, что это все Украина виновата. Люди, разумеется, стали возмущаться, было очень много эмоций, и весь этот вот эмоциональный диалог почему-то не снял и не показал ни один телеканал, так называемый ЛНР. Не приехала ни одна съемочная группа российского телеканала, почему-то не приехал ни один российский блогер, стример. Вот помните из тех, которые очень сильно переживали все за Донбасс, за то, что там жители Донбасса притесняют? Почему-то никто не приехал и приходится теперь мне, значит, это все рассказывать и показывать. Ну хорошо, я расскажу. А вы вот посмотрите просто дальше это видео, я покажу, как все это было. Вы посмотрите, и просто это очень важно, чтобы вы посмотрели, чтобы было понятно, что бывает, когда куда-то приходит русский мир. Вот она, реальная жизнь в ЛНР и ДНР без пропагандистской картинки. Мы нигде не подписывались о том, что предупреждены о вот этой реконструации. Мы не предупреждены никто, никто ни одну подпись не поставил. Мы все сделали по закону, а вы нас не по закону делаете. Понимаете, вы нас бросаете не по закону. Вот женщина жалуется, что никого не предупредили, что людей не ставили в известность, что шахту будут закрывать, никто ничего не подписывал, с ними поступают не по закону. Ну, граждане, так бывает, когда рушится конституционный строй и вместо полноценного государства образуется никем не признанная криминальная резервация. Когда вот этот весь сброд, ополченцы, казачки при поддержке российских кураторов объявили ЛНР, это тоже было незаконно. И когда они отжимали чужие машины и чужое имущество, и сажали на подвалы людей, которые им чем-то не понравились, и это тоже было незаконно. И у меня тоже никто ничего не спрашивал, хочу я этого или не хочу. Поэтому несколько абсурдно жаловаться людям, которые творили все это беззаконие, на то, что они поступают незаконно. Это просто выглядит смешно. Вот этот самый, кстати говоря, Сергей Козлов, который общается с людям, это преступник, то есть они жалуются на беззаконие преступнику. Этот Сергей Козлов был раньше начальником штаба батальона «Заря» Игоря Плотницкого. Вот того самого батальона, который летом 2014 года из минометов обстреливал мирные кварталы Луганска в провокационных целях, чтобы свалить это все на диверсанта. Помните, это признал сам же первый глава ЛНР Болотов. Он рассказывал об этом в своем интервью, что люди Плотницкого из батальона «Заря» обстреливали Луганск специально. Это признавали в той же самой МГБ ЛНР, которая тогда пасечник возглавляла. Есть видеозаписи соответствующие. То есть это не украинская пропаганда. Та сторона, сама же ЛНР признала, что батальон «Заря» намеренно обстреливал Луганск из блуждающих минометов и убивал людей. То есть Сергей Козлов это по сути мародер и убийца. А вы ему что-то про подписи рассказываете. Что вы с нами делаете? Вы все шахты закрываете, вы народ остаёте без... Значит предприятие открываете, другое, чтобы мы где-то работали. Нам как-то жить надо. Вы хотите, чтобы все уехали? Какой-то полигон здесь устроите или что? О том, почему никто никогда не откроет на этой территории никакие новые предприятия, пока там есть ДНР и ЛНР, я уже говорил и я могу повториться. То есть закрытие шахты само по себе не является трагедией, если вместо этой шахты на её месте будет построено что-то другое, что-то новое, создадутся новые рабочие места. Но как вы понимаете, в случае с ДНР и ЛНР это невозможно. Туда ни один инвестор нормальный никогда не придёт. Поэтому там просто уничтожат всё, что было, а на этом месте ничего нового не возникнет. И город Зоринск, в котором ничего нет, кроме шахты, он умрёт сразу же после закрытия шахты. Хотите знать, как будет выглядеть город Зоринск через несколько лет? Просто загуглите в интернете, есть такой город в Абхазии, Ткварчелли. Но его Абхазы называют Ткварчал. Вот просто загуглите Ткварчелли, Абхазия. Вы посмотрите, что бывает с шахтёрскими городами в таких вот непризнанных республиках. Когда-то в этом Ткварчелле добывали уголь, сейчас там остались только пустые пятиэтажки, заброшенные, увитые лианами. Вот в Зоринске будет точно так же. Вот попомните ещё моё слово. Будут ходить картинки с брошенными пятиэтажками, с выбитыми окнами. Будут там ходить, бродить какие-то русские опять-таки блогеры, стримеры. Будут всё это снимать и говорить, ой, посмотрите, какие ужасы. Это всё последствия войны, это всё проклятые укропы. В общем, будет точно так же, как в Абхазии. С той лишь разницей, что там в Абхазии горы и лианы, а у нас будут стоять коробки в степи. А по поводу полигона, вот эта женщина, она совершенно права. Вот то, что происходит на Донбассе, это как раз и есть полигон. У Егора Летова, помните, была такая песня «Русское поле экспериментов». Вот это вот и есть русское поле экспериментов. И там реализуется один очень интересный эксперимент, который показывает, что могут сделать профессиональные новоросы, сталинисты, черносотинцы, любители Советского Союза, переносчики русского мира, если им где-то выделить территорию и дать им там власть. Вот какой мир они построят, какую страну они создадут. Ну, какую помойку они создали там, по-моему, это очевидно. То есть этот эксперимент, этот полигон, о котором говорит эта женщина, он действительно наглядно показал, на что вся эта сволочь на самом деле способна. Шахта у нас какая хорошая. Вы понимаете сами, что сейчас разграбится здесь все. Уже вчера тут вывозилось, понимаете? Тут разграбится все, и шахты ничего не останется. Что это такое? Что это за республика? Вы что творите с этими шахтами? Все шахты закрываются. Вы же должны что-то сделать. Ну, а в этом моменте, наверное, какие-то комментарии излишни. Как видим, женщина уже все поняла и про республику, и про русский мир, и, судя по всему, и до других тоже уже понемногу начинает доходить. Дети, поставили вот эту шахту, понимаете, те, кто работали. Для чего закрывали? Для чего закрывали? Чтоб вы взяли, закрыли, затащили, как Вергулевку. Нам за Вергулевку что сказали? Обещался генеральный, мы ездили к нему. Что он сказал за Вергулевку? Вергулевка закрывается, дадите группу людей, они поедут за 20 дней, возьмут все, что там вам нужно для вашей шахты. Вашу шахту не собираются закрывать. Он так нам сказал. Потом этот сам, они поехали, а там, получается, бумажных-то дел никто не сделал. Там, оказывается, надо запросы давать на Луганск. Они отгружали, что на Галерийский. И в итоге получилось, нету запросов, нету ничего, закрываем шахту, затапливаем. Вот такое у нас хозяйство. Затопили все материалы, на которые у вас денег нету, на другую шахту, понимаете как? Вот тут нужно кое-что пояснить. Вергулевка, про которую она говорит, это шахта Вергилевская, которая находится в Брянке, и которую закрыли и затопили незадолго до шахты Никанор. И вот вы слышите, люди рассказывают, как это было сделано. То есть, по большому счету, просто бросили, абсолютно варварски все закрыли, залили вместе с оборудованием, там комбайны какие-то остались. То есть, то оборудование, которое можно было бы применить на каких-то других шахтах, его либо там затопили, либо написали, что затопили, а на самом деле просто попилили на металл и вывезли. Обычно на донбасских шахтах так и бывало. И люди, вот слышите, они возмущаются, то есть, как так, мы же воевали, мы эту шахту там отстаивали, и для чего, чтобы вы ее закрыли? Ну, да, получается, что именно для этого. За что мы ополченец взрывали, чтобы за тобой так не было? Где на дебатке? Вот чтобы за место, где? Вот скажите, чтобы уничтожить в шахтах. Вот какое-то ополченец спрашивает, разве за это мы воевали? И тут надо ответить, что да, именно за это вы воевали. Вот ровно за это ты и воевал. Ты хотел разрушить на Донбассе украинскую государственность и погрузить регион в хаос, и ты этого добился, ты это сделал. Потому что то, что происходит сейчас, это прямое следствие того, что вы творили в 2014 году. Когда ты взял в руки оружие и стал стрелять в военных своей страны, и когда ты стал воевать за незаконные вооруженные формирования, ты сделал так, чтобы эти незаконные вооруженные формирования, чтобы эти бандиты пришли к власти и стали властью. А теперь бандиты делают просто ровно то, что и положено делать бандитам. Они грабят территорию, которую они захватили. Ну и вот, собственно, финал этого недолгого общения Сергея Козлова с народом. Глава правительства ЛНР убегает от толпы под крики «Позор руководству ЛНР». Всего-то шесть лет назад в эти самые дни люди в Луганске скандировали так. «Россия! Россия! Россия!» Теперь же люди кричат «Позор ставленнику России». Помните, когда в 2014 году вот эти все кликуши, пророссийские провокаторы звали людей на улицу, кричали там отделяться от Украины, приходить на референдум? Они орали, что Украина подпишет ассоциацию с Евросоюзом, Европа закроет все наши шахты. И вот прошли годы, и все их пророчества сбылись только с одной маленькой оговоркой. Европа не пришла, Европа не закрыла ни одну шахту. Пришла Россия, и именно Россия теперь все эти шахты и закрывает. А то, что закрывает именно Россия, надеюсь, не нужно объяснять, потому что, ну, понятно, что эти решения принимаются не в Луганске, не вот этим вот Петрушкой Козловым, а принимаются кураторами этих людей, которые находятся в другой стране, сидят в Москве. И вся эта история, она очень примечательна и поучительна тем, что она просто наглядно иллюстрирует, что бывает, когда куда-то приходит русский мир. Я все это вам рассказываю не для того, чтобы позлорадствовать там или посмеяться. Я это просто показываю в назидание тем людям, которые еще, может быть, сомневаются, считают, что Россия-то хорошо, может быть, даже ждут, что Россия придет. Да, ведь есть такие люди в Харькове, в Одессе. Вот очень важно, чтобы они просто это посмотрели. Пусть они посмотрят, как бывает, когда куда-то приходит Российская Федерация и начинает спасать кого-то от ужасов украинизации, бандеровщины и украинского фашизма. К слову, посмотрите, все ужасы, которые приписывались украинской стороне, в итоге реализует сама же Россия и ее сателлиты из ЛНР и ДНР. Это фашизм какой-то, честное слово. Пока неизвестно, будут ли сотрудники других шахт, которые точно так же собираются закрыть вордло, как Никонор Новая, выходить и бастовать, требовать свои долги, выбивать их. Но уже сейчас можно спрогнозировать, что шансов на успех у них, даже в случае этих забастовок, очень невелик. Точно так же, как забастовка в Зоринске, по сути, ничем не закончилась. И там, скорее всего, люди тоже ничего не добьются. По одной очень простой причине. На Донбассе больше нет политики. Если раньше, в украинские времена, люди могли обратиться к профсоюзам, к каким-то общественным организациям и гражданским активистам, к оппозиционным партиям, к свободным СМИ, то теперь, как вы знаете, в свободных народных республиках ничего этого больше нет. И таким образом людям просто-напросто некуда пойти, за них некому заступиться. Когда еще в довоенные времена там партия регионов что-то творила, какой-то беспредел на Донбассе, сразу могли подключиться какие-то оппозиционные партии, которые, кстати, там ненавидели, объявляли фашистами, но именно они защищали права людей. Там какие-нибудь там депутаты от батькивщины, от удара, от свободы. Приходили независимые журналисты, которых называли грантаедами, там, саросятами, да, часто называют. Там гражданские активисты подключались. И зачастую они решали проблемы людей. Но в 2014 году, как вы знаете, сначала пришли за одними, потом за другими, потом за третьими. И, к сожалению, многие люди из тех, которые сейчас страдают, они тогда улюлюкали, радовались, кричали, дави этих укропитеков, там, укропов и так далее. Ну и вот получилось то, что получилось, как в известной всем крылатой фразе. Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил в мою поддержку. Очень важно, чтобы вы поделились этим видео, чтобы как можно больше людей узнали, что на самом деле происходит в Ордло, и чем на самом деле являются эти, так называемые, псевдонародные республики. Поэтому как можно шире распространяйте видео в социальных сетях и обязательно подписывайтесь на канал. И дальше будем следить за теми процессами, которые происходят на неподконтрольной территории Украины.